Здравствуйте, это программа Эксперт-ревью, меня зовут Ирлан Аспанов. Не просто говорить о недвижимости, равно как об экономике и о медицине, наверное, потому что каждый из нас считает себя экспертом в этих областях. Но жизнь идет своим чередом, и свои изменения присутствуют, и тренды новые в каждой индустрии. Существует так называемая концепция третьего места. Это может быть дом, офис, некое ко-воркинг-пространство, но также и торгово-озвлекательные центры. И эта тенденция набирает обороты, это становится популярным. Почему? Ну, потому что каждый девелопер, а это все-таки бизнес, пытается заработать деньги. Это его основная цель. Что для этого делать? Для этого нужно привлечь посетителей в свои объекты недвижимости. И для этого нужно монетизировать весь этот поток. Сегодня у нас в гостях Наталья Кименко, руководитель департамента управления недвижимостью и эксплуатации консалтинговой компании. А также Андрей Шувалов, старший директор отдела торговой недвижимости и другой консалтинговой компании. Сейчас происходит такая очень интересная тенденция. В торгово-развлекательных центрах растет составляющая развлекательная. Как вы думаете, почему это происходит? Ну, вы знаете, если честно отвечать на этот вопрос, то основных причин две. Первая причина, это безусловно такая, скажем, официальная. Это то, что, естественно, большой процент развлекательных мероприятий в торговом центре позволяет увеличить среднее время продолжительности визита торгового центра. То есть человек остается в торговом центре не 20 минут, а как минимум час 20, потому что какой-нибудь там следующий сеанс на квест или на что-то такое уже в любом случае затягивает визит. Но и при этом, поскольку визиты бывают парные, бывают семейные, бывает большое количество людей, то, соответственно, опять же, не все члены семьи или не все друзья идут одновременно на одно и то же мероприятие, остальные вынуждены ждать, тем самым у нас большее количество людей в торговом центре проводят большее количество времени. Пока мама ходит в магазин, а папа пьет кофе? Ну, условно кофе, но на самом деле, если мы говорим именно про развлекательные, не фуденбаверич, который до этого тоже достаточно большой процент имел, а именно концепции лазательных, веревочных парков. Дети при этом прыгают на батусе. Да, батуты, поглать енота, то есть какие-то всякие вот не торговые составляющие, где ты фактически просто проводишь время. То есть ты покупаешь на самом деле не товар, а услугу. То есть совершенно другой вид получается. Ну и, соответственно, чем дольше посетитель находится в торговом центре, тем он больше тратит деньги. То, соответственно, средний чек увеличивается. Но есть еще вторая, в общем-то, так, оборотная сторона медали. В последнее время, именно после событий, собственно говоря, связанных с экономическим кризисом за последние пару лет, у многих фэшн-операторов были, скажем так, заторможены планы развития. Кто-то из них вообще стоял на стопе, кто-то, соответственно, пытался как-то оптимизировать свои закупки, сделать какие-то изменения в своей логистике. И в связи с этим достаточно большой процент вакантных помещений приходилось как-то реализовывать. А, нужно было заполнять их. И, соответственно, при этом расколбасы на батутах, он присутствовал абсолютно всегда. И вот это было проще, быстрее, с менее дорогим ремонтом. И тем самым, в общем-то, торговые центры заполнялись именно вот такой достаточно альтернативной, с нашей точки зрения, вещью. При этом процент достигал каких-то совершенно непропорциональных значений. То есть вплоть до 50% некоторые торговые центры открывались именно как развлекательные центры. Произошел перекос действительно в этом плане. И сейчас, на самом деле, в том числе и управляющие компании пытаются вытянуть вот этот перекос. Когда все уже енотов погладили, на батутах попрыгали, то, в общем-то, хочется уже вернуться к нашему настоящему занятию и перевернуть это все дело уже непосредственно в шопинг. Да, расколбас на батутах – это, наверное, новый устойчивый распространенный такой жаргон, да? Ну, в общем, да. Андрей, что вы думаете? Я хотел добавить то, что сказала Наталья. Прежде всего, развлечения, они еще создают дополнительный трафик. Речь идет примерно о 2000, в зависимости от проекта, может быть, и достигать и 3000 человек в день в среднем. Вот этот трафик – дополнительный поток в торговый центр. И с учетом определенного рода конверсии этот трафик может уже влиять на продажи других магазинов. Ну, в частности, детских товаров, того же самого галереи, фэшн-галереи. Вот. Все это играет такую серьезную роль. Мы вообще считаем, что есть три там основных якоря в торговом центре. Это супермаркет, на втором месте фудкорт и на третьем уже кино и развлечения. Поэтому вот это вот как бы залог успеха торгового центра. Ну, вот знаете, некоторые торговые центры, они, в принципе, напоминают даже целый райцентр где-нибудь. Ну, по своим масштабам, по своей заполняемости. Как вы думаете, вот в нашем климате, Казахстан, Россия, климат может влиять на такую заполняемость, на посещаемость, на популярность? И, соответственно, работать как третье место? Конечно. Ну, у всех есть датчики, все фиксируют статистику посещаемости. И вот это лето в России было достаточно холодное. Ну, и статистика показывает то, что люди предпочитают посещать торговые центры, а не гулять. Даже холодное лето? Холодное лето. Не только зима? Да, да. Ну, несмотря на то, что были сложности с коллекциями, с летними, да, это другой оборот. Это киньих, отсутствие необходимости в них. Это другая сторона. А люди покупали уги. Ну, в общем, да. В этим летом. Да, да. В июне уже были коллекции «Осень-зима». И, в общем-то, все шутили, что надо смотреть правде в глаза. И арендаторы, конечно, любят дождь. Особенно в выходные. Как из торгового центра сделать, из торгово-развлекательного центра сделать центр притяжения? Ну, смотрите, на самом деле мы вот начали свой разговор с концепцией третьего места. И, действительно, в общем-то, все компоненты этого феномена, скажем так, они входят тем или иным способом в состав арендаторов торгового центра. То есть, каким мы знаем третье место? Это, может быть, спортзал. Да, соответственно, большое количество фитнес-центров арендует значительные помещения. И здесь тоже важно, ну, во-первых, хотя у них довольно низкая конверсия именно в день посещения. То есть, вот, грубо говоря... Что такое конверсия? Конверсия – это если человек пришел в торговый центр, у него, может быть, одна целевая покупка. То есть, он пришел, грубо говоря, за молоком и колготками и купил молоко и колготки. Ну, в принципе, наша задача как профессионалов – это человека, который пришел за молоком и колготками, заставить внезапно сходить еще в кино, купить юбку, а на обратном пути все-таки, посидев в кафе, вспомнить еще и о том, что... Что забыл купить моторную лодку. Да, да, купить моторную лодку, а потом подумать, что у ребенка как раз резиновые сапоги уже тоже прохудились. И, соответственно, задача – это свести посещение одного магазина, увеличить количество посещаемых магазинов. Одна из задач. И, соответственно, конвертация покупателей, посетителей в покупателей, потому что понятно, что изначально все борются за большой трафик. То есть в том числе посещение... Да, вот Андрей правильно сказал, что от двух, ну, в общем-то, разное количество, можно говорить, в зависимости от форматов развлечений. Где-то 500 человек, где-то тысяча человек дополнительных может ходить. Но если они будут... Все равно это будет стопроцентная конвертация только одного арендатора. То есть он точно со стопроцентной вероятностью, если уж пришел в кино, то он билет этот купил. Но тут задача, чтобы конвертация тех, кто приходит просто погулять, посмотреть, может быть, новый торговый центр, увеличилась. То есть чтобы каждый посетитель стал покупателем. Андрей, зависит ли это только от локации и размера торгового центра? Зависит, потому что... Только? Нет, нет, от многих факторов. Для операторов развлечений, конечно же, важен формат. То есть есть операторы, у которых есть определенные требования. Допустим, они смотрят площадки от 2000 и выше. Есть площадки, есть арендаторы, которые, наоборот, смотрят, допустим, батутные центры 400 квадратных метров. Но у них требования по высоте, по высотности. Хорошо. Помимо локаций и размера, что еще важно для заполнения или успешного заполнения торгово-развлекательного центра? Что еще? Арендаторы прежде всего спрашивают, какой трафик есть. Если есть высокий трафик, арендаторы с удовольствием идут. Если трафик нету, то начинаются переговоры. То есть одно цепляется за другое. Ну извините, но что тогда вперед? Тогда нужно как-то прогнозировать его? Как прогнозировать трафик? Именно правильной выработанной стратегии веры консультанта и веры девелопера в свой проект. Эта вера заражает, соответственно, аренда трансляции. Что делает консультант в таком случае? Он обеспечивает все необходимые работы по правильной концепции. Концепция – это правильная стратегия продвижения на рынке, правильные планировочные решения, которые позволяют гибко менять и реагировать на изменения рынка. То есть консультанту нужно начать работу в самом начале, на этапе концепции? Обязательно. Работа концепции всего торгового разогревательного центра? Обязательно. Хорошо. Даже до начала работы архитектора? Даже до? Я бы хотела все-таки добавить, что поскольку торговый центр – это такое уникальное место, где и B2B, и B2C очень тесно связаны. То есть это и работа двух бизнесов – это арендаторы и собственника, и работа собственника по привлечениям непосредственного финального покупателя. Соответственно, вы абсолютно правы, что в первую очередь важно, здесь очень сложно сказать, потому что если раньше действительно задачей основной было привлечь покупателей, то сейчас при повышающейся конкуренции в России приходится очень сильно бороться именно за арендатора. Потому что многие арендаторы сократили планы развития, и если раньше сеть открывала, грубо говоря, 20 магазинов, то сейчас она открывает два. И, соответственно, если в это время открывается 20 торговых центров, пусть они даже в разные локации и в разных городах и так далее, то все равно мы конкурируем между собой в этой ситуации. По Казахстану немножко другая ситуация, потому что, я точно помню, около 250 метров на тысячу жителей и похожие рынки Астаны и Алматы, поэтому здесь есть еще потенциал для строительства новых торговых центров. И, соответственно, поэтому в основном торговые центры выходят практически полностью с данными. Вы говорите в целом про Казахстан, не про Астану. И про Астану тоже. В Астане еще тоже торговые центры нужды? Да, Астана еще имеет потенциал по строительству торговых центров, причем даже больших, качественных. То есть есть несколько замороженных проектов, которые, я уверена, если выйдут, то будут успешными. Скажите, а вот на сегодняшний день какие можно выделить основные группы потребителей, посетителей торгово-развлекательных центров? С точки зрения посетителей, ну, как обычно, это молодежь, люди среднего возраста, семейные. Как правило, сейчас торговые центры стараются делать семейными. Я еще хотел добавить с точки зрения аудитории. У нас есть большие форматы, большие торговые центры. А в спальных районах не всегда есть возможность сделать большой торговый центр. Но нужда в этом есть, поскольку каждый раз в большой торговый центр с семьей не поедешь, потому что дети ходят на занятия, спорт, дополнительные какие-то уроки, английский и так далее. Вот. И есть нужда из-за того, что мы живем в очень быстрое время. Есть необходимость в маленьких районах торговых центров, но качественные. И там должна быть тоже сварзакательная часть? Обязательно. Пусть это будет небольшая развлекательная часть, пусть это будет какой-то другой формат, пусть это будет какое-то обучение. Может быть, это уже более спортивная часть, развлекательно-спортивная. Сейчас, поскольку спорт активно развивается в России, в Казахстане. Тем не менее, вот эти маленькие районные центры, они скорее не будут конкурировать с большими торговыми центрами, но они будут дополнять их. И поэтому вот это вот наш такой таргет, это семейная аудитория, семьи с детьми и не только, могут ходить в эти маленькие торговые центры каждый день. Вот. Современный подход маркетинга говорит о том, что сейчас особо никого не удивишь какими-то там хорошо отделанными номерами в гостинице, или какой-то особой суперотделкой в торгово-развлекательных центрах. Сейчас все строится у потребителя и основывается на ощущениях, на эмоциях. Можно сказать, что потребитель поменялся за это время? Ну, скажем так, за последние пять лет. Как вы думаете? Ну, безусловно, я не могу сказать, что отделка не важна, потому что, на самом деле, как раз, если арендатор покупает квадратные метры, то покупатель приходит не только за юбкой, но за впечатлениями, да, и для него очень важно... Это тоже часть ощущений. Да, формирование именно своих ощущений при визите, причем она начинается с навигации, как попасть в торговый центр. То есть, если девушка-блондинка с первого раза не смогла завернуть на парковку, то она, скорее всего, плюнет и не поедет. Даже если ей очень надо, она поедет в тот торговый центр, куда она заезжать умеет, на своей красной машинке, потому что вот она так привыкла. Где широкие проемы? Вот, да, надо вот широкие проемы. Это уже опять в Европе есть там специальные места для женщин, которые чуть-чуть пошире. Может быть, там, на самом деле, там, несколько сантиметров, но визуально... И покрупнее шрифт. Да, да, да. Ну, это все действительно важно, потому что, ну, обязательно должна быть доступная парковка. То есть, для кого-то доступно это, чтобы были места широкие, для кого-то доступно это бесплатно. То есть, это уже зависит здесь от региона и от именно менталитета, да, в разных локациях. Вот, но и дальнейший вот каждый, собственно говоря, миг, проведенный в торговом центре, это экспириенс. Экспириенс именно в плане хоспителити. То есть, вот то, что вы сначала сказали про отель, это вы очень неправильно заметили, что мы как раз стараемся, как управляющая компания, создать атмосферу именно такого гостеприимства, которое принимает не покупателей, а гостей. И именно поэтому вот те концепции, и торговые центры изменились, и посетители изменились. Те концепции, которые раньше, там, скажем, 10 лет назад, ну, грубо говоря, было модно пустить один на эскалатор вверх, другой вниз, и человек должен пройти 300 метров, чтобы попасть. И все хлопали в ладоши, вот как мы всех обманули, они прошли по нашему всему торговому центру. Прошли вот так. Да, но они только один раз прошли, потому что сейчас второй раз они уже не придут, потому что в других торговых центрах им было более комфортно, более удобно, приятнее находиться. И, соответственно, это действительно очень важно, такое впечатление о визите. Наталья, понятно, что торгово-развлекательный центр, в принципе, любой объект недвижимости сам по себе не работает. Что означает управление торгово-развлекательным центром? Ну, здесь есть, на самом деле, несколько компонентов. В первую очередь, без арендаторов торговых центров не бывает. В первую очередь, конечно, очень важно создать правильный тенантмикс, сделать тот подбор арендаторов, который будет привлекать. Тенантмикс – это подбор арендаторов. Это подбор арендаторов, который привлекает нашу аудиторию. Потом, безусловно, мы, конечно, работая по разным форматам, или это районный торговый центр, про который рассказал Андрей, или это суперрегиональные, которые скорее склонен именно к семейному визиту в выходные, а районные это скорее такое ежедневное довольно ровное посещение. То есть это те же самые люди, которые по вторникам заходят в своем районе, в торговый центр, они всей семьей могут поехать в выходные. Поэтому у суперрегиональных как раз пики посещаемости выходные, а у районных у них довольно ровно, что вторник, что воскресенье, в принципе, даже иногда воскресенье бывает меньше народу. Соответственно, при таком графике посещения торговый центр уже формирует категории посетителей, хотя это на самом деле одни и те же люди, просто бывает. Я, кстати, вспомнила на предыдущий вопрос, хотела прокомментировать, что несмотря на то, что да, очень часто сейчас делается акцент на семейной аудитории, но исследования показывают, что больше всего тратят деньги парные визиты. То есть если это молодой человек с девушкой или если это две подруги, которые каждое, не купишь ты, купишь подруга, даже были такие рекламные лозунги, то, соответственно, здесь действительно очень важно просчитать свою целевую аудиторию и посмотреть, кто к нам приедет. Хорошо. Андрей, смотрите, сейчас мы видели, я видел еще много фотографий сейчас в последнее время, особенно в Соединенных Штатах Америки, когда торговая с Гаттинг-центром, здание стоит уже пустое и почти такое вот разбито. Что происходит? Клиенты уходят в онлайн? Скорее нет. Скорее, может быть, это комплексная какая-то проблема. Обычные фотографии уже тут, допустим, из стран, где торговых центров очень много. Одна из причин – конкуренция. Это просто конкуренция? Возможно, конкуренция. Это еще не из-за того, что клиенты уходят онлайн? Конечно. Еще нет? Нам это грозит в ближайшее время? Скорее. Скорее нет. Особенно в России. Конечно, онлайн растет, но не настолько, чтобы полностью вытеснить торговый центр. Хорошо. Я даже жалею, что у Андрея такое же мнение, как у меня, потому что я очень люблю спорить на эту тему. Хорошо, уважаемые гости, на жалею подходит к концу. Спасибо большое за сегодняшнюю интересную беседу. Это программа «Эксперт-ревью». Меня зовут Ирлан Аспанов. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...